Здесь представлены разнообразные фигурки, изображающие врачей и медсестер, а также все, что так или иначе связано с медициной. Экспонаты принадлежат частной коллекции выдающегося нижегородского врача Евгения Низовцева. Евгений Иванович работал анестезиологом-реаниматологом в детской областной клинической больнице. Свою коллекцию он собирал очень увлеченно. Папа был врачом, и поэтому собирал все, что связано с тематикой врачей, докторов, медицины. Вот, и вот все, что видел, все собирал. Грелки, матрешки, маски, фигурки, вот, то есть все прям вот подряд бегал по магазинам, в каждой стране, где был, тоже бегал. Пациенты ему привозили, вязали, шили, вот все, что видел, собирал. Несколько лет Евгений Иванович проработал в акваториальной Гвинеи. В Африке увлекся коллекционированием бабочек и других насекомых, собрал большую коллекцию. Изовцев интересовался и народной медициной, успешно применяя свои знания в целительской деятельности. Последние пять лет стал собирать фигурки, связанные с медицинской тематикой. Всего их в коллекции более трехсот. Это интереснейший человек, который в своей жизни попробовал многое, совершенствовался, узнавал новое, занимался самыми разными практиками. И в то же время он был и коллекционером. Это его второе «Я». И коллекции, как вы видите, необычные, они тоже связаны с его профессией. Экспонаты очень разнообразны. Это сувениры и игрушки, марионеточные тростевые куклы, и даже венецианская карнавальная маска «Доктор Чума» – персонажа итальянской комедии «Дель арте» особого вида уличного театрального представления. Очень впечатляет такое количество необычных фигурок, которые собраны буквально по всему миру с любовью. Это еще раз подчеркивает, каким талантливым человеком был Евгений Иванович, и насколько он предан был медицине. То есть это вот в каждой фигурке, это вот любовь к профессии. Рассматривая персонажа этой необычной выставки, можно ощутить самоиронию коллекционера, увидеть забавные стороны жизни врача. Но тем не менее, за всем этим стоит огромное уважение к нелегкому и не всегда благодарному, но очень важному и ответственному труду доктора. Выставку и приурочили к Дню медицинского работника, а открыта она будет в Музее Добролюбова. Анна Балеева, Ренат Бегбаев. Объективно. ННТВ.